Часть 2. Игумен Отец Кирилл Сахаров об Игнатии Лапкине. Однажды он сильно смутил Игнатия такими словами. Игнатий говорит, Владыка, вот говорится у Василия Великого то-то и то-то, а у нас в храмах не исполняется. Монахи живут один на один с монашками в отдельном доме. А владыка ему, Игнатий, ну кто такой Василий Великий? Такой же мужик, как и мы. Вот это возмутило Игнатия до глубины души. Такие слова из уст епископа. Обращаясь к прихожанам храма, я сказал, все что я говорю вам, как видите, довольно остро. Но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей, известен в масштабе России. Тысячи кассет, публикаций, кинофильмы про него показываются. Это явление нельзя игнорировать. Можно принимать далеко не все. Я с ним спорил по многим вопросам. Но это целое явление, поэтому важно иметь представление о нем и провести правильный анализ того, что он говорит. Отсеять рациональное зерно от того, что для нас неприемлемо. Особенно на Игнатия подействовал один фильм «Иуда Бен Гур». Он, кстати, очень любит фильмы, в том числе западные, на религиозную тематику, считает, что это хорошо. В том фильме не было артиста, играющего спасителя. Там идет рассказ от жизни первохристиан. И вот в такие моменты ключевые появляются как бы фигура спасителя. Сделано, по мнению Игнатия, прекрасно. Во время нашего общения он неоднократно сыпал стихами. Когда он говорит о Писании, в его словах звучит пафос, вдохновение. Слово Божие – это молот, наковальня. А у нас преснота, нет взлета поэзии. Я по десять часов годами читал Писание. Не мог оторваться от этого источника воды живой. Умилялся, радовался, в нем пребывал. Мне не нужно было ничего другого. Только Писание. А мы не чувствуем, не любим. В нас нет огня. Как харизматик он этими словами зажигает сердца людей. Кто-то начинает плакать. Но я более критически, хладнокровно воспринимал. Хотя какие-то струнки заделы в моем сердце. Игнатий все делает своими руками. Он живет в хижине полуземлянки. И еще у него есть колонча. Трехэтажное строение на столбах. Деревянная, так называемая балерина. Аббревиатура, которая расшифровывается. Соба, башня, Ле, летняя, Р, резиденция и Игнатия на начальника. Это вышка с лесной, с лесенкой. Там голубятня, жилище, лежанка. За занавеской от комаров книги, статьи, работа. Я все это рассматриваю. А он в это время мне что-то говорит по мозгам. Потом он и говорит. Когда я говорю, ты не читай, слушай. А потом. Полюбился ты мне, Игумен, оставайся. Вот вообще он чуть не прослезился, когда я уезжал. Искренно просил прощения. Я же, так сказать, терпел с его выходки всю его критику. Католики, еретики, но это церковь. Она имеет трехчинную иерархию. А московский патриархат церковь, церковь, но смертельно больная. А старообрядцы, поповцы, церковь. Я признаю их священство, а беспоповцы нет. Наиболее чистые из всех для него это зарубежники. Особенно высокое его мнение о митрополите Виталии. Таких проповедей, как у митрополита Виталия, Игнатий больше нигде не слышал. Как он молится. Возвышенно отзывался о нем. Самый любимый святой, златоуст. Еврейская тема. Конечно, мировой заговор, сионизм, масонство, протоколы. Это все реальность, действительность. И отвергать все это нельзя. Но гнать евреев нельзя. Если мы будем гнать евреев, то будет адекватная реакция. А то, что нас гонят в республиках, это так нам и надо. Мы допекли всех. Как же мы не настроили заводов в Прибалтике? А лагеря, Сибирь, каторга, это все бумеранга на нас. Это важнее, чем заводы в Прибалтике. Мы причинили столько бед этим народам. Поэтому это все аукается нам теперь. Нечего возмущаться. Сами виноваты. Вот я был в Латвии. Я выучил язык за полтора месяца. И меня на латыши на руках готовы были носить. Ну а массам трудно было выучить язык. Ни стимула, ни учебников не было. Нет, сами виноваты. Нужно было учить язык. У меня настолько развито воображение, говорит Игнатий, что я как бы чувствую запах крови, когда описывается битва. Всадники апокалипсиса. Встань, солнце, Иисуса Навина. Реально вижу и чувствую это. Когда читаю жития святых, то я чувствую, как они страдают. Как их мучают. На костре сжигают. И когда записывал кассеты, то просто изнемогал. Потому что все чувствовал на себе. Спал при этом только два с половиной часа. Меньше не мог. Организм не выдерживал. Проповедовал у баптистов-пятидесятников по восемь часов. Менялись аудитории. Десятки вопросов были обсуждены с Игнатием. Например, что чувствуют смертники. Дело в том, что Игнатий, единственный из мирян, имеет доступ к приговоренным к смертной казни в Алтайском крае. «Я не имею этого дара определять, что чувствуют люди», – ответил он. И рассказал мне такой случай. Один корреспондент пожелал узнать, что чувствуют смертники. Недельку пожить в камере приговоренного. С прокурором договорились устно. Попал он в эту камеру, вжился в образ, в обстановку. Конечно, скрыл, что он журналист. И для какой цели, как будто он тоже смертник. Потом ему приносят газету, где написано, что прокурор скончался скоропостижно. Никто в мире не знал больше об этом тайном договоре. О том, что такой эксперимент проводится. Проходит неделя. Вторая. Третья. Месяц прошел. Вот уже громыхают ключами, чтобы вести на расстрел. «Никакие аргументы не принимаются. Извините, я здесь случайно». Расценивается, что этот человек помешался в ожидании смерти. Все. Никаких. Он уже из не мог в своих попытках оправдаться. Решил, что все. Доигрался. И привели его к прокурору живому. Седова. И говорит ему прокурор. «Ну что, познакомились?» Да. Ну все. Лучше, чем таким образом, вы никогда не поймете ощущение смертника. Одна из основных тем Игнатия – торговля в храме и недопустимо. Он открывает книгу правил 76 правила 6-го Вселенского собора. Смысл такой, что недопустимо в храме и на территории торговать. Нигде в правиле не говорится об исключении, послаблении в случае необходимости. Не скрою, что под влиянием Игнатия я резко ограничил торговлю в храме во время богослужения. Она полностью прекращается. Все просто убирается, дабы и рассматриванием не отвлекать. Игнатий собственноручно несколько библиотек организовал. Об этом была заметка в газете. Он договорился с администрацией полиграфического комбината о том, что будет брать отходы бумаги и эту бумагу реализовывать. В течение нескольких лет ровно в 6 утра приходил мужичок, который брал несколько десятков килограмм этой бумаги и разносил по местам заключения по детским домам. Бичевал сергианство, то есть их политику компромисса, угодничества перед властями. Он говорит, что сергианство это явление апостасийное предантихристово, когда церковь теряет свою независимость. Соль, когда идет услужение сильным мира сего и когда все оправдывается. Это значит, что мы подошли к краю пропасти. Вообще, говорит, в храмах патриархии нарушается 57% всех канонических правил, а у нас ни одного. Мы все это отсекли. Торговлю в храмах, нестрогое оглашение, бродобритие. Я говорю, Игнатий, Игнатий, открываются храмы зарубежные. Зачем нужен этот раздрай? Он считает, что это естественно. А паствы должно быть у священника не более 50 человек. Это оптимально. В лагере не больше 80. Если больше, это уже потери контроля. Все расползается. Оптимально для качественной работы 50 человек. Чтобы знать все нюансы, обстоятельства жизни, слабости, немощи. А так, огромные массы, нет фиксации членства в приходе. Это все аморфные образования. Тут не может быть качественной работы. А еще лучше, не больше 30. Я всегда молился о крушении тоталитарного режима. И никогда не молился о властях и воинстве. Игнатий, а как же мнение епископа? Вы что, игнорируете? Отец. Для меня авторитетов нет. Мнение епископа – писк ковара. Главное – правила. Не исполняешь. Ты для меня не авторитет. Главное – писание, святые отцы, канонические правила. А то, что нарушали раньше, до Никона, в Древней Руси, в Петровской Руси, в начале 20 века – это для меня не пример. Нарушение есть нарушение. Когда бы и от кого бы оно не происходило, главное – правило. А нарушитель есть нарушитель. Баптисты – еретики. Но у них много хорошего. У нас истина, а у них жизнь. Нужно соединить достоинства и моменты светлые и положительные. У нас истина, но как бы все законсервировано и не работает в должной мере. А там ересь, конечно, отрицание икон, святых, но и жизнь, знание Слова Божия, миссионерская работа, молодежь и так далее. Вот такая мысль прозвучала, когда он постучал мне по животу. Я ему говорю, что это все по болезни. Я мясо не ем. Отец – это явление от беспечности и много спанья. Не обязательно от переедания. Однажды у Игнатия сердце схватило. Жена плачет, дает таблетки. А я не беру валидол даже. Нужно выспаться и пить воду с медом. И все прошло. Но однажды он попал на операционный стол. Когда его на стол положили, он сказал. Меня оперируйте без обезболивающих препаратов. Я хочу, как спаситель мой, на кресте пострадать. И когда его оперировали, он проповедовал студентам-медикам. Но где вы такого еще человека встретите? Отец, не верь, когда мне говорят, что я не признаю молитв за умерших. Я умру, молись за меня. Несколько раз это мне говорил, когда мы были на их местном кладбище. У нас в деревне сухой закон. Но когда бывают свадьбы, мы празднуем их очень хорошо. Бывает вино, но танцев нет. Поют только божественное. Хотя на костре были и светские песни. Я жизнелюб, люблю природу. Работать, люблю людей. Игнатий, а почему у вас тут не чувствуется патриотизма? Все космополитично. Идеологии патриотической нет. Ну, пошли, говорит по деревне, посмотришь нашу идеологию. Вот огород, своим горбом, все ровно, ухожено. Прут сами рыли, плотину делали. Говорили, что не выдержат, но выдержало все. Амбар, ангар, церковь. Пошли по домам. Там хозяйство, свинарник, несколько десятков свиней. Я чуть не упал в оборок от запаха. То есть люди работают, трудятся. Вот наша идеология. Не на словах, а на деле. Не хочу, говорит, умирать, хотя чувствую приближение конца. Ему только шестьдесят. Я говорю, Игнатий, а как же вечность, награда, обители райские? Я не имею опыта той жизни, а здесь хорошо в божьем мире. Птички, лошадки, овечки, голуби. Баня там у них самодельная. Все от земли, из подручного материала. Никаких дотаций от государства. Ни на лагерь, который функционирует 26 лет. Ни на строительство деревни. У нас полное самообеспечение. Игнатий, кризис. Народ бедствует. Зарплату не платят. Никакого кризиса не признаю. Все есть под руками. Воздух, вода, трудись, молись. Никакого кризиса. Вот мы продукты запасли. Дрова. Никакого кризиса. Нам нужно только соль и спички. Все это выдумки. Недоразумение, нытье. Надо работать. Все возможности есть. Это все от нашей бездуховности. Игнатий, вы на массу работаете или индивидуально? У вас есть понятие о ключике к каждому человеку? Да, говорит. И к тебе я нашел ключик. Вот, говорит, муравейник. Его разрушили, уничтожили. А я его восстановил, оградил. И таких примеров десятки. Вот теория. Своими ручками сделано все. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни. Жизнь в Потеряевке и общение с Игнатием. И исключительно одаренная, богатая духовно личность постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с пяти утра до девяти вечера и каждый день неповторим. Десятки новых примеров. Никаких повторов. Никакой скучной. И ты новые краски и грани. Спрашиваю. А что же у вас листовок нет в храме подручников? Он говорит. У меня дома есть, а в храме я считаю, что это не очень нужно. Не нужно лишних сложностей. Опять говорит. Я скоро умру. Не могу жить в половину. Только с полной отдачей. В полную меру. Хорошо на Божьей земле. И опять стихи какие-то прозвучали. Лазали с ним по голубятням разом три. Такая сценка. У матушки, его брата Якима, сестра больна болезнью Дауна. Заходим мы с ним на этот двор, где матушка с сестрой живут. Сестра эта работает на огороде. Блажененькая, такая чистая. Но немного капризная. Игнатий подошел к ней, обнял, по головке погладил. Дядя Игнать, я тебя очень люблю. Хотелось это сфотографировать. На тему мальчики-девочки. В лагере детском купание строго отдельно. Вначале мальчики, приоритет всегда мальчикам. Подчеркивается, что мужчина это все. Женщина второй разряд. Мальчики воины, будущие священники. Вот закон Божий, никакой эмансипации. Каждый раз после завтрака, обеда, бывает разбирательство, недостатков, анализ, событий дня. И вот он спрашивает. А что это у вас за игры появились странные? Казаки-разбойники. Мальчики хватают девочек. Те смеются, им это нравится. Прикрутить! Девочки у нас неприкасаемы. Никаких игр с такими моментами. Отсек. Наказание. Не купаться какое-то время. Очень воздействует. Несмотря на то, что он такой жилистый, подвижный. У него повреждения позвоночника. Утром он переворачивается на постели, потом сползает на колени перед кроватью, для того, чтобы встать. Диформация позвоночника. Не употребляет мяса, вина вообще. Не употребляет сахар и соль в отдельном виде. Этого не бывает на столе никогда. За все время существования лагеря в нем побывали 2500 человек. Одна женщина была 18 лет подряд в этом лагере, уже с детьми приезжает. Некоторые женщины стали женами священников. Главное, подход к человеку, как к личности. У Игнатия нет сусюканья с детьми. Он говорит всегда серьезно. Прямо с людьми любого возраста. У него нет возрастного подхода. С детьми надо серьезно, как со взрослыми, считает он. Главное, живая, нестандартная любовь. И они это чувствуют. В этом секрет нашего успеха. Еще из наставлений Игнатия Детя. Вы садитесь за стол, ложку почерпнул. Изо рта она должна выходить чистая. Если что-то выходит, ложку чайную даем. Не надо издевательствовать над природой. Есть определенные правила. Дым всегда идет вверх, а вода вниз. И мы должны к этому приспособиться. Когда человек бывает печальный, говорят депрессия. Верующие говорят уныние. А я отвечаю на это простым словом. А для себя сам это вывел. От плохо сделанной работы. Все удивляются. Как ты просто сказал. Святые вон как мудро сказали. А ты как? Да, просто. Топорно. Плохо молишься. Отсюда уныние. Плохо работаешь. Плохо встаешь. А почему? Вот вы вечером долго не можете заснуть или быстро засыпаете. Сразу. Мне не надо ходить и кричать в 12 ночи. Валерка, домой! Вы только у меня ноги дотащили. Все сразу уснули. Здоровый крепкий сон. Когда сна хорошего нет, это мучение для человека. Поэтому на душе должно быть спокойно. Вечером попросили друг у друга прощения. Два часа после еды прошло. Больных никого у нас нет. Непослушных мы изгнали. Немедленно. У нас фактически костяк установился. Теперь мы можем только трудиться. Помогать друг другу. И ждать приезда гостей. Мошка полетела. Холода не предвидится. Пока летают ласточки внизу. Это значит давление давит мошку. Она летает внизу. Мошку не видим. Давление не замечаем. А ласточек видим. Как ласточка поднялась кверху. Это означает готовься к прояснению ясной погоды. Давление ослабело. Мошка поднимается кверху. Ласточки ловят мошку. Замечайте природу как и что. Так. Платочки. У кого нет? Ну. Молодцы. За стол садимся в молчании. Итак. Выход только один. Вернуться к Евангелию. Взять в руки эту божественную книгу и сказать. Если ты, Господи, будешь меня по ней судить, то значит по ней надо жить. И с этим мандатом я явлюсь пред Богом. Откуда известно? В Евангелии от Иоанна 12.48. Христос говорит. Я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Если оно нас будет судить, любой вам ответит, даже не юрист, то по нему надо поступать. И к словам Божьим ничего нельзя прибавлять. Из притчи Соломона 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Вокровение 21.27. Участь лжецов в озере огненном. Это смерть вторая. Так что, совсем лгать нельзя. Нельзя. Узкие врата ведут в вашу общину. Да, это по образу небесному. Игнатий вспоминает детство. Отец был контужен и на войне, засыпанный там. Ему руку оторвало. И вот он рассказывал, как жили при единоличной жизни, как пришли оглоеды-коммунисты, как раскулачили, отнимали. Отец говорит и забудет, что я рядом. Пять лет ребенку. Я сижу сзади ничего и плачу. Я сижу сзади него и плачу. Вообразить нельзя, как все это было для меня тогда. Эх, вырасту, я им отомщу. Всегда думал. И вот, пасу. Ребятишки сейчас пасут, скучают. А я не скучал. У меня с собой целый арсенал ножей был. Я их метал и металл. Наконец, какать, прыгать, по деревьям лазить. Одну веточку, если достану, я уже на макушке буду. Сколько раз срывался. У меня несколько ружей было. Везде патроны подоткнуты были. Где бы я ни выскочил. В окно, в двери. Собака дрессированная рядом. Ложусь. Под ногой возле головы нож, топор и ружье. Я в руки никогда не дамся живье. И так себя готовил. Себя резал. Стоя спал. Все учился делать. Готовился народным мстителем быть. Песню услышу про Орленка. Представляю все о себе. Что в революцию я был бы в армии Колчака. И умер бы вместе с нашими патриотами белыми. Чтобы эта мерзость коммунистическая даже не водилась. И какое счастьество, что встретилась мне Евангелие. Христос на пути. Мне как-то брат Яким говорил, что если бы ты к Богу не обратился, мы же все за тобой шли. Я с детства был наделен такими качествами, которые не приобретают. Это качество лидера. Теперь я узнал, что существуют эти шесть качеств, выделенных специалистами. А я их как будто от рождения имел. Первое. Воображение. Представлять до конца цель, преграды, средства необходимые, четко поставленная цель. Второе. Знание. Абсолютно точно знать, о чем говоришь, должен быть вооружен знаниями. Третье. Умение. Что делать, уметь это выполнить. Четвертое. Решительность. Пятое. Беспощадность ко всякому разгильдяйству. Шестая. Привлекательность образа. Руководитель всегда в центре, хотя его, может быть, и не видят. Когда люди начинают завидовать и что-то говорят, я вспоминаю стихотворение Горького. Горький писал еще и стихи, и целая книжечка есть, не только проза. И вот он, обращаясь к завистникам, говорит. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Путь мой был только один, другого пути даже не предвиделось. Ни на какие компромиссы идти не мог. Помню, брат старший что-нибудь начнет говорить и скажет неправду, чтобы выгородить себя. Я не морщась стою, а у меня из открытых глаз слезы текут. Настолько мне было больно и обидно. И когда я понял всю эту официальную ложь, статистику, можно понять, какая у меня в душе происходила борьба. Поэтому, когда я прочитал «Отверженные» Виктора Гогео, запомнил, что Жан Вальжан говорит. Не было цели другой, как спасти не жизнь свою, но душу. Слово «душа» было для меня сакральное. Оказывается, ее можно спасти. И это я узнал только после армии, когда в руки попала Евангелие. И не где-то, а у пятидесятников. Если бы священники сказали, в мои годы-то, на 20 лет раньше, я бы мог бы ко Христу прийти, хотя пришел в 22 года. И не блукал бы, не ходил столько времени в поисках истины. А так, не перейдя к сектантам, я остался совершенно одиноким в православии. Веру заложили, но не евангельскую, а старообряческую. Страхи Божьи Бог накажет, бучишь мучиться в аду. Это великое дело, иметь страх Божий. Но это не все. Начальная стадия. Никто мне не рассказал о любви Божией, что за меня умер Христос, страдал. Никто мне не показал Евангелие, Слово Божие. А в моей душе уже было все готово. Меня не надо было убеждать. Только в руки попало Евангелие. Через пять минут я был христианин. Только ради Христа и Евангелия смиряешься. Это жизнь. О Боже мой, даже представить не могу, что бы было, если бы в руки не попало Евангелие. Давным-давно ушел бы с этой земли. Игнатий говорит, я пессимист. Это моя установка. В этом смысле, что нужно в жизни всегда ждать самого худшего. Не нужно розового оптимизма, наигранного. А нужно готовить себя к испытаниям, к самому худшему развитию событий. Мне говорят, что я подавляю волю детей, что свободы нет. Говорю. Да, я подавляю волю, чтобы была воля Божия в людях. Воля старших. Ребенок – это дикий осленок, пластилин. И что из него вылепишь, то и будет на всю жизнь. Главное – воспитать человеком. Как Пирогов сказал. Примеры жизни святых. Подвижник в пустыне. Дьявол искушает. Тебе еще трудиться так 30 лет. А там жара и прочие трудности отшельнического жития. А мудрый отшельник говорит. А я думал, что сто лет придется мне трудиться. Идьявол посрамленный исчез. Игнатий говорит. Умный думает, как выбраться из ямы, а мудрый – как не попасть в нее. И таких прибауток у него десятки. Возвратившись из Потеряевки в Барнаул, мы имели несколько интересных встреч. Особенно запомнились встречи в редакции журнала «Ревнитель» и с активистами местного отделения «Черной сотни». Игумен Кирилл Сахаров, 1999 год. Адрес 109-172, Москва 172, Берсеневская набережная 20-22. Никольский Святой Троицы. Храм на Берсеневке. Телефон 095-230-03-18. А вакуум 1-5. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Псалом 37-12. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.